Я просил Дивакинанда на Прабу передать вам, мы сегодня отмечаем празднование поклонения холму Гавархана. На эту тему вас очень попросили бы дать нам лекцию. Рассказать о холме Гавархана. Хорошо. Мы уже отметили праздник. Недавно у вас праздник сегодня, воскресный день, воскресная программа. Мы читали из 10-й песни Шримад Бхагава, 24-я глава, поклонение холму Гавархан. Ну а сегодня мы продолжим эту тему. Я не буду повторять то, что мы уже недавно обсуждали. Как пастухи Вриндавана, они собрались совершить Индра-Ягью. Очень большую, грандиозную Ягью, чтобы выразить почтение Индрии. Поскольку он проливает дожди на землю. И все пастухи, они, конечно, зависят от дождей. Все земледельцы. Поэтому ежегодную Ягью они совершали, чтобы поклоняться Индре. Но Кришна решил разрушить эту Ягью. Остановить ее. Как Верховный Господь, Он волен делать все, что пожелает. Но всегда в этом есть какой-то полезный смысл в том, что делает Господь. Хорошая ли это вещь? Или в мирском понимании это плохая вещь? Господь в любом случае приносит огромное благо. Как если Он ворует что-то, это приносит благо. Ему поклоняются как вору. Или Он делает что-то хорошее, кому-то что-то дарит. Милость какую-то проливает. Одинаково приносит благо всем. Также здесь, когда Он остановил это поклонение Индре, у Него была цель, одна из целей. Разрушить ложную гордость Индры. Потому что ложная гордость, она очень опасна для добродетельных людей. И Кришна лично следит, чтобы полубоги или его преданные не развивали ложную гордость. И поскольку она имеет тенденцию развиваться, проявляться как-то, Господь всегда что-то придумывает, чтобы разрушить эту гордость у преданного. И так Он эту Ягью остановил и решил эту Ягью совершить Гавардхану. От чего мы все зависим, все пастухи. Индра, Он сам не знает, куда Он льет дожди вообще. И на землю льет, и в моря льет, и на скалы льет. Кроме того, Он подчиняется закону кармы сам. И также Он подчиняется законам гун материальной природы. Почему Вы его прославляете, за что? Потому что мы зависим на самом деле не от Индры. Индра зависит от наших усилий. Если мы совершаем усилия, Он дает дожди. Если мы не совершаем какие-то усилия, Он не дает дожди. Но от чего мы зависим, это как от холма Гавардхана, где пасутся наши коровы. Там много ручьев, много зелени, деревьев. Вот Он нам дарует процветание и счастье. И таким образом Он настроил всех пастухов. Индра был в великом гневе, когда услышал. Когда это произошло, Он был в великом гневе. Он решил уничтожить весь Фриндаван. Он в этом гневе забыл положение Верховного Господа. Он думал, какой-то просто мальчишка несмышленый. И все взрослые пастухи, зрелые люди слушают Его. Они, видимо, там все лишились рассудка. Забыли Мое могущество. Я им напомню теперь об этом. И вот Он собирает все тучи, особенно сам Вартаку призвал, которая призывается в конце кальпы для разрушения Вселенной, чтобы уничтожить Фриндаван. Вот в этой главе мы потом почитаем с вами 25 глава 10 песни Сиримад Бхагаватам, которая называется «Господь Кришна поднимает холм Гавардхан». В этой главе рассказывается о том, как Индра узнал, что жители Враджа отменили предназначавшиеся для него жертвоприношения. Страшно разгневался и в отместку обрушил на Вриндаван проливные дожди. Однако Господь Кришна спас обитателей Гакулы. Он поднял холм Гавардхан и в течение семи дней держал его словно зонтик над головами своих преданных, знающих, защищая их от потоков дождя. Индра, возомнивший себя Верховным Повелителем, был взбешен от того, что жертвоприношение в его честь сорвалось. В гневе он стал говорить, «Трансцендентное знание — необходимое условие для понимания природы своего «я». Однако люди зачастую пренебрегают таким знанием, решив, будто могут пересечь океан материального существования с помощью мерзких ритуалов и жертвоприношений. Также эти пастухи, опьяненные гордыней, оскорбили меня, последовав совету этого маленького невежды Кришны». Видите, Индра подумал, что от Него исходит единственное благо, Он один из управляющих полубогов, очень могущественный. И Он забыл, что Он сам зависит от многих факторов, в конце концов, от Бога. Это случается не только с полубогами великими такими, как Индра, это очень великое положение, и мы бы сказали, да, это характерно для великих людей гордиться все, но и даже обычные люди, они носят ложную гордость. Они поддерживают это самомнение иллюзией. Просто если кто-то немножко красивее другого, он уже гордится. Просто если у него немножко больше денег, чем у других, он уже чувствует себя выше. А если он еще умнее кого-то, ученее, тем более, очень сложно оставаться смиренным. Когда-то еще в 90-х годах в Майя-Пуре моему Гуру Махражу на лекции по Бхагаватам задали вопрос, в чем секрет успеха духовной жизни? Секрет успеха. И в то время очень-очень много книг распространялось. Появились очень прославленные чемпионы мира, такие, знаете, великие махарадхи, санкиртаны, которые в одиночку могли распространять за марафон десятки тысяч книг. Я не преувеличиваю. Буквально вагон книг, ровно вагон книг распространил один человек на марафон Шилправопады. Это вот те времена 90-х годов. И вот этот вопрос задали Гуру Махараджу. В чем же секрет успеха в духовной жизни? Он интересно ответил тогда. Он увидел русского преданного, который стал чемпионом мира по санкиртане и сказал, я, говорит, видел этого русского махарадху, преданного санкиртаны. Он делает такое великое служение, столько много книг распространил, невозможно даже поверить в это, что один человек мог столько книг распространить. И при этом он остается очень смиренным и скромным. Вот в этом успех духовной жизни. Это может только преданный сочетать такие вещи. Великие деяния, и он остается очень скромным и смиренным. Прабхупада был таким. Таким великим преданным был Прабхупада, да. Бхагистан Сарасвати был таким великим преданным. Бхакти Винотта Кур. Господь Штани также проявлял великое смирение, поскольку он был унистреннейшей матерью Адхарани. Это великое смирение исходит именно из ее любви к Кришне. Она нам передает это смирение по цепи ученической преемственности, чтобы мы могли привлечься к Богу. Без смирения, развития смирения, невозможен духовный прогресс. Это означает, что ты должен очень глубоко верить в положение Кришны, что он Верховный Господь, а я его маленький слуга. Это называется самбанда-гьяна. Значит, человек находится в знании. Он понял эту гьяну, бхакти-гьяну. И когда он понял свое истинное положение и положение Кришны, вот только тогда он может быть успешен в воспевании святых имен. Это положение описывается в третьем стихе Шикша-штыки. Прината пи су ничьяна. Тарора пи хихса хишнуна. Амани намана длина. Киртани сада хари. Только тогда он становится терпеливым, смиренным, почтительным ко всем. Ничего не ожидает взамен своего служения. И такой человек может погрузиться в блаженство, в воспевание святых имен Бога, пребывая в премии, в любви к Богу. Итак, если преданный взращивает ложную гордость, Кришне не нравится это. Потому что он хочет, чтобы преданный обрел премию, находился в премии. И он разрушает его гордыню. Чтобы наказать жителей Враджа за их так называемую гордость, Индра послал к ним облака, называемые Санвартака, которые несут разрушение материальному миру. Он послал их, чтобы проучить Враджаваси, обрушив на них сильный дождь и град. А беспокоенные пастухи бросились к Кришне в поисках защиты. Поняв, что все это дело рук Индры, Кришна решил окончательно сбить с него спесь и одной рукой поднял холм Говардхан. Затем Господь пригласил жителей Вриндавана укрыться от дождя под горой. Семь дней подряд держал Господь холм, пока Индра наконец не признал его непревзойденное мистическое могущество и не приказал облакам удалиться. Семь дней Кришна держал на мизинце левой руки гору Говардхан, пригласив всех в Вриджаваси туда, под этот зонд. И там у них был праздник. Почему? Есть еще другая сторона этой ливы. Зачем же Кришна это сделал именно так? Почему таким образом он защитил жителей Вриндавана, а не как-то по-другому? Мог бы просто лично остановить Индру. У него множество энергии, чтобы это сделать. Мог бы победить его другими способами. Почему именно таким образом он это сделал? почему использовал зонд Говардхан? Оказывается, все жители Вриндавана, они только мечтали о том, чтобы видеть Кришну непрерывно. Но поскольку игры Кришны цикличны, то это невозможно, одновременно невозможно. Эти расы, они не совмещаются. например, Сакхи Раса. Друзья должны уйти с Кришной в пасти коров, телят. Они покидают Вриндау, идут в леса и там они играют, как мальчики-пастушки. Прыгают, бегают на перегонги, передразнивают обезьян, павлинов, собирают лесные фрукты, они там обедают. У них много игр, борьба, и они пасут в это время телят. Сакхи Раса проявляется, при этом не участвует никто из старших, в Ацарии Расы нет. И также там нет гопи, девушек праджи. Это время выделено для Сакхи Расы. Когда они возвращаются во Вриндау вечером, их встречают родители с большим нетерпением. Они еще задолго до того, как Кришна возвращается во Вриндау с пастбища, выходят на дорогу и смотрят вдаль и ждут с нетерпением, когда же он появится. И вот появляется пыль, потом видно, что там танцы, песни, веселье, там друзья, они в таком экстазе, они никогда не устают играть. наряженные все лесные цветы, листья, вымазанные разноцветной глиной, все в полной восторге, телята прыгают, задрав хвост, вот такой праздник, возвращается во Вриндау, он все оживает. И матери Ешода, Рахини, другие старшие гопи, они берут всех своих детей, начинают их купать, переодевать, кормить, заботиться о них, проявляя материнскую, родительскую заботу. В это время мальчики, пастушки не общаются друг с другом и гопи тоже только издалека их могут видеть. Кришну. Ну а как только Кришна ложится спать и Ешода выходит из комнаты, уже в темноте Кришна через окно покидает свой дом, идет общаться с гопи. И так у каждой Лилы есть свое время. Но жители Вриндавана не так тяжело переживали разлуку, что они молились Кришне, чтобы видеть его непрерывно хотя бы какое-то время. И Кришна устроил эту Лилу одновременно. Когда он наказывал Индру, он решил одновременно удовлетворить всех своих преданных во Вриндаване. И Гирирадж собрал их всех одновременно. И родителей, и друзей, и гопи, и коров, всех живых существ. Все забрались там в течение семи суток, семь дней и ночей. Они могли непрерывно видеть Кришну и общаться друг с другом. Это могущество Гирираджа описывается. Гирираджа Гирирадхан он может вместить в себя этот зонт весь мир, объединить. Эта Лила она такая объединяющая. Мы же говорим с вами о сотрудничестве. Вот мы поэтому празднуем такие праздники, которые помогают нам принять прибережище под зонтом Гвардхана. И кем бы мы ни были, в каких расах ни находились, каким бы мнением ни жили, можем видеть Кришну, находясь рядом с друг другом. Еще есть такая игра, когда все вместе могут видеть Кришну в течение семи дней. Когда пастухи вышли из-под холма Гвардхана, Кришна водрузил его на прежнее место, пастухи были охвачены экстазом и от любви Кришне глаза переполняли слезами, а волосы на теле стали дыбом. Они обнимали Кришну и благословляли его. Каждый чем могли, а полубоги сыпали на землю цветы и пели Господу славу. Вот такое счастье они испытали, находясь под этим холмом Гвардхан, избавились от всех страхов и тревог одновременно. Итак, через Шуховача потом прочитали суммарий, теперь прочитаем несколько текстов из этой главы. Кришна поднимает холм Гвардхан. Шукадывак с вами сказал, мой дорогой царь Парикшит, когда Индра понял, что жертвоприношение в его честь отменено. Он страшно разгневался на Махараджу Нанду и других пастухов, повиновавшихся Кришне. Разгневанный Индра послал вперед облака Савартака, уничтожающей Вселенную. Возомнив себя Верховным Повелителем, он изрек следующее. Послушайте, что думает человек, когда гордится. Хотите узнать, как понять свою ложную гордость? Надо следить за своим умонастроением, за своим мнением о себе. Это называется самопознание. Не забывайте следить за своим мнением о самом себе. Индра сказал, «Только полюбуйтесь, как опьянены своим богатством эти пастухи, живущие в лесу». Приняв покровительство Кришны простого смертного, они нанесли оскорбление богам. Приняв покровительство Кришны, они уподобились тем глупцам, которые пренебрегают трансцендентным знанием о своем подлинном Я, и пытаются пересечь бескрайний океан материального существования на утлой лодке ритуалов и жертвоприношений. Видите, Индра совершенно перепутал положение Верховного Господа со своим положением, утратил самбандагьяну, то есть Кришна Верховный Господь, я его слуга. Сейчас у Индры все это поменялось местами. Думает, что Кришна обычный пастушок, ребенок, незрелый, несмышленый мальчишка, и пастухи послушали его, послушав, совершили великую ошибку, забыв, кто на самом деле Верховный Индра имеет в виду себя. на самом деле полубоги управляют непосредственно всеми стихиями, ветром, дождем, водной стихией, пространством. Все, что в этом мире происходит, все происходит по милости полубогов. Но они могут забыть одну вещь, что полубоги получают эти полномочия от Верховного Господа. Как мы сказали, это каждому свойственно забывать. Поэтому Кришна говорит Я нахожусь в сердце каждого, и от меня исходит память, знание и заявление. Преданному напоминает о своем собственном положении. Преданному он лично сам напоминает, он говорит Бхага, выгнете об этом, что я не позволяю находиться своему преданному в невежестве, я изнутри сердца рассеиваю этот мрак невежества. И так эта ложная гордость устраняется при помощи присутствия Параматмы. Эти пастухи пренебрели мной, предпочтя мне Кришну, простого смертного, который мнит себя мудрецом, но на самом деле просто глупый, дерзкий, не в меру болтливый ребенок. Здесь Индрин назвал Кришну Вачалам, болтливый ребенок, Вачалам, Вача это речь, поскольку Господь привел множество смелых аргументов в пользу философии карми Мемамсы и Санхи. Кришна, он развернул целую философию на Димахараджу, почему не нужно поклоняться Индре. Обращаясь к облакам, уничтожающим вселенную, царь Индра сказал, богатство затуманило разум этих людей, сделал их гордыми, а Кришна подпитывает эту гордость, идите же избейтесь с них спесь, а заодно уничтожьте их скот. Вот такой план был Индры, в это время он как бы превратился даже в демона, он хотел уничтожить Вриндаван, священное место. Я последую за вами на Ваврадж, на спине моего слона Айраваты, в окружении стремительных и могучих повелителей ветров, чтобы стереть с лица земли пастушескую деревню Махараджинанды. Там были ураганы, ветра, град, огромной величины град был, ливни, как столб в столбе воды, это была самартака, очень могущественная туча, поэтому разрушения были гибельные на самом деле. Шри 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 Вавача. По приказу индра облака, несущие уничтожение вселенной, вырвались на волю раньше времени и двинулись к пастбищу Махараджинанды. Достигнув Раджа, они обрушили на его обитателей бесконечные потоки воды я не знаю как описать это явление огромные силы потому что эти облака они проявляются в конце разрушения вселенной затопляют миры целые какие-то вселенские облака которых нет на на земле в обычное время они проявляются уже позже когда необходимо все уничтожить а индра повелевает тучами значит у него есть разные категории этих туч есть перистые облака есть кучевые облака есть белые облака из черные облака грозовые тучи с молниями нагруженной водой легкие это все арсенал индры он регулирует таким образом здесь количество света количество воды облака могут просто покрыть солнце не проливая никакой влаги некоторые облака создают такой парниковый эффект между ними землей они не 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 влажные и не закрывают полностью солнце они делают некий парниковый эффект там под ними образуется тепло то есть этот климат индра регулирует таким образом но есть другие еще облака для других назначений это поддерживающие силы это дождь свет тепло и так далее а есть облака которые могут уничтожать именно разрушать такое стихийное бедствие вызывать мы знаем что когда туча приближается огромного размера то всегда сопутствует и ураганный ветер на тучи приближается сразу порыв ветра сгибает деревья вот так вот мгновенно все меняется потом туча закрывает солнце становится прохладно или даже холодно вдруг быстро и если она такая крупная дождевая то внезапно с огромной силой прям падает дождь прям падает как из ведра льется мы знаем да что такие стихи бывают но здесь это было гораздо больше масштабе потому что был 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 сам вартака туча сам вартака присутствует подгоняем и грозным грозными богами ветра облака сверкали молниями ревели от грома и обрушили на землю град мы однажды видели во вриндаване гроза прошла когда мы жили во вриндаване какое-то время там были грозы был был такой период несколько дней к ряду грозы проходили над вриндаваном необычное явление немножко отличается то что мы видели в россии в россии тоже бывают сильные грозы но так у таких громов как во вриндаване я нигде не слышал очень низкие облака и гром раскатывался как как лесница индры буквально просто от горизонта до горизонта прокатывались туда гром сюда гром летел очень необычно облака проливали струи дождя тяжелые и массивные словно колонны и земля погрузилась в воду так что невозможно было разобрать где возвышенность а где низина все залило водой коровы и другие животные дрожащие от проливного дождя и пронизывающего ветра а также пастухи и их жены окоченевшие от холода бросились господу говинде прося его о защите содрогаясь от ужаса в которых их поверг проливной дождь и пытаясь спрятать свои головы и телят под под своими телами коровы приблизились к верховной личности бога ища прибежище у его лотосный стоп все жители вриндавана обратились к кришне естественно это происходит спонтанно их любовь спонтанно пастухи и пастушки обратились к господу с такими словами о кришна кришна удачливейший пожалуйста спаси коров от гнева индры о господь ты так любишь своих преданных так спаси же и нас и видя что обитатели его родной гакулы теряют сознание от ударов града и порывов ураганного ветра верховный господь хари понял что все это дело рук разъяренного индры это небо не было случайным каким-то явлением кришна понял что индра все это организовал господь кришна подумал из-за того что мы остановили предназначая 60 для все для для него жертвоприношения индра наслал на нас этот не по сезону свирепый дождь с ураганным ветром и градом видите как интересно индра не сразу воспринял урок от кришны кришна как бы посрамил индру сказал такие слова принизив его положение так сказать как верховный господь он имеет право давать наставления всем но индра не воспринял эти наставления он еще больше разгневался из-за ложной гордости с нами такое случается с каждым если нам делать какое-то справедливое замечание тоже можем гневаться спорить или упрекать в ответ то есть мы не сразу воспринимаем наставление бхага вагите говорится что ум нужно подчинять очень медленно постепенно очень сложно принять сразу все наставления духовное человеку он не выдержит такого процесса жесткого если ему сразу раскрыть его падшее положение человек просто не сможет жить дальше поэтому бхага вагите в 6 главе говорится что йог где-то делает постепенно шаг за шагом медленно иногда предны говорят что я хочу быстро прогрессировать как можно быстро прогрессировать ну если вы готовы к этому конечно можно быстро прогрессировать но как правило человеку нужно время чтобы ум постепенно принял все эти истины о себе и о кришне и немалое время однако есть исключения например когда преданный оказывается на пороге смерти когда доктор говорит ему тебе осталось жить 7 дней как махараджа по рикшиту или я не знаю сколько тебе жить сегодня можешь умереть или завтра или через неделю так говорят еще когда человек болен то есть в любой момент ты можешь уйти тогда преданный может совершить быстрый прогресс под давлением таких обстоятельств он может совершить такой шаг но в обычной жизни это трудно сделать и обычно мы это делаем через наставление духовного учителя наставление гуру говорит постоянно почти одни и те же в течение многих лет много лекций много семинаров мы слышим одно и то же тринатопису не чина мы слышим что нужно внимательно повторять мантру мы слышим что нужно сотрудничать что нужен этикет соблюдать старших слушать с равными дружить на младших заботиться мы слышим это день за днем год за годом и очень постепенно медленно мы принимаем эти наставления ум постепенно с этим соглашается как получаем немножко больше счастья чем раньше гетти кришна говорит об этом что вкус к низшим вкусам сохраняется пока человек не взведет более высокий вкус таким образом мы принимаем наставление вместе с нектаром обязательно поэтому мы получаем это от духовного лица который не просто упрекает нас или указывает на недостатки а проливает также нектар свыше просад милость пропаду он давал наставление и он дал таким образом милость через наставление и так у нас есть шанс постепенно избавиться от ложной гордости но сначала мы можем протестовать спорить не соглашаться даже с духовным учителем можем не соглашаться внутри как индра ведь он не сразу согласился он еще раз гневался после этого захотел разрушить вриндаван своим мистическим могуществом я избавлю всех от стихийного бедствия насланного индрой это кришна думает мистическим могуществом полубоги подобной индре слишком гордятся своими богатствами и по глупости менять себя повелителями вселенной теперь пришло время избавить их от невежества это касалось всех полубогов потому что индра возглавляет всех полубогов если главное лицо гордиться остальные тоже будут развивать такую же ложную гордость пурпада однажды сказал очень важную вещь вот в этом контексте он сказал достаточно очистить одного лидера и все общество очистится автоматически одного человека лидера нужно очистить и все остальные очистить если лидер ходит гордостью все последователи станут точно такими же поэтому лидеры лидер от пропаду получали самые строгие уроки самые строгие уроки максимально строгие те кто получал саньясу получали так как полубоги наделены гунны благости они должны быть свободными от ложных представлений о себе как о боге сбивая спесь тех о ком в ком не осталось благости я хочу только одного принести им облегчение вроде неприятная вещь правда получать наставление но получив наставление в сердце мы чувствуем сильное облегчение свободу ну это как вот знаете больное место есть да вырвать зуб допустим больной болезнь но потом облегчение естественно происходит так поэтому пусти вход свое мистическое могущество я должен защитить пастухов ведь у них нет иного прибежища и господина кроме меня они моя семья в конце концов я же обещал всегда защищать своих преданных сказав так господь кришна сам вишну одной рукой поднял холм чри гвардхан также легко как ребенок поднимает земли гриб гриб вот я не знаю в индии собирают грибы или нет но тут вот такой пример знаю что в сибири много грибов наверное там у вас курске тоже в лесах полно грибов есть грибы нет у вас там белые подберезовики да есть все это лисички есть но видите хорошо живете хорошо живете вот вам грех жаловаться вообще на на жизнь грибы у вас есть но здесь такое в индии не встречал чтобы кто-то там грибы где-то продавал или не видел никогда но здесь написано смотрите приводится пример гриб ребенок может поднять гриб легко и когда ребенок поднимает гриб он его в общем то есть они собирается он просто ему интересно вот это вот сама форма необычная такая ножка и шляпка такой домик знаете вот дети так воображают и вот кришна вот такой гриб поднялся шляпкой поднял вверх так образовалась такая большая большая такая вот большой зонт образовался вверху неожиданно да просто вот была гора гавардхан вдруг все увидели что большой большой зонт гигантский детали здесь не описываются как кришна поднял какую часть гавардхана поднял потому что все было затоплено водой и как эта часть гвардхана не была затоплена водой где-то над этим уровнем воды кришна оторвал его земли легко поднял вверх как-то нашел центр тяжести не знаю только как это был как это он сделал может быть и не искал потому что там где кришна там и есть центр тяжести он мистик и на мизинце левой руки он показал что он играет он не работает он должен показать работу нужно было там знаете так напрячься там закричать так как это хануман поднял гору толкнуть ее знаете там чтобы трещали кости этого не было ничего просто поднял его вот так и все на мизинце и он как будто бы парил потому что даже пастухи вриндавана не поверили что кришна поднял холм гавардхан они в это не поверили потом они это обсуждали они спорили и особенно на на махарадж говорил нет 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 причем здесь кришна кришна маленький ребенок как он мог поднять холм гавардхан но когда пастухи увидели что гавардхан вдруг поднялся таким образом они стали подставлять всякие жерди палки там подстраивать какие-то колонны пытались таким образом они думали что они держат этот холм гавардхан затем господь обратился к пастухам матушка отец жители враджа если вам угодно можете зайти под этот холм вместе со своими коровами если хотите заходите сюда так кришна пригласил всех туда вы не должны опасаться что я не смогу держать эту гору на своей руке и пожалуйста не бойтесь ветра с дождем можете считать что вы уже спасены то есть не бойтесь холм не упадет сверху кришна сказал заходите сюда успокоены кришной все они зашли под холм где было достаточно места для них самих их коров повозок слуг их браманов жрецов а также всех остальных членов общины все зашли туда позабыв о голоде и жажде не думая о самом себе господь кришна стоял там в течение семи дней держа на руке огромную гору жители враджи все это время не сводили с него глаз ни днем ни ночью никто не сводил глаз кришны а кришна улыбался всем успокаивал шутил чтобы они не беспокоились потому что они боялись а вдруг гора упадет могли испугаться и когда пастухи поставили все эти свои колонны там все свои там палки шесты под холм и подумали что теперь они все устроили кришна немножко ослабил руку чуть чуть ниже и все это с треском с грохотом разлетелось щепки бабах это такая страшная тяжесть знаете жуткая тяжесть гора все разнесло просто просто он с ними шутил играл и снова поднял его также и там также были гопи отдельной группой стояли гопи и смотрели на кришну и кришна и глаза когда встретились он стал рассматривать гопи их лица и глаза и когда кришна стал рассматривать грудь гопи рука у него задрожала от волнения это любовная раса и все жители в риндауна закричали ай ай сейчас гора упадет упадет сейчас вронит и тогда он отвел глаза от гопи и снова стал ровно держать происходили всякие чудеса каждую секунду и поэтому никто не мог спать и все смотрели на кришну и все общались с ним все эти семь дней сохранялась очень экстатичная бодрая атмосфера праздника все были счастливы конечно увидев столь необычное проявление экстатического могущества кришны индра был поражен он понял что проиграл и посрамленный приказал облакам остановиться семь дней индре понадобилось освободиться от ложного эго но нам может быть немножко больше времени нужно чем семь дней значит у индра благочестия больше нам нужно может быть с вами 7000 дней не знаю или 700 дней но у кого как и хотя бы 70 дней хотя бы хотя бы два с лишним месяца но бывает такое что человек обиделся и на всю жизнь на эти бывает на два месяца только обиделся бывает только на семь дней виделся в относи минут вы сами решаете как вы будете это регулировать все ложное эго но ходить с постоянными обидами означает что быть грешником это очень греховное настроение ума но индре понадобилось семь дней чтобы избавиться от ложных представлений он вдруг осознал через семь дней что совершил серьезную ошибку недооценил из-за гордости положение верховной личности бога к нему вернулась самбанда гьяна и вера с этим и тогда мысли о кришне стали приносить ему исцеляющую силу знаете когда у нас есть самбанда гьяна и вера мысли о кришне исцеляя о кришне исцеляют наши анардхи просто когда вы думаете о кришне вы очищаетесь сжигаете все свои грехи но для этого должна быть вера и самбанда гьяна это также касается воспевание святых имен без веры не приносит результата без самбанда гьяны байстан сарасвати госай махараш говорил не раскрывается святое имя увидев что дождь и ветер утихли небо расчистилась и на нем засияло солнце господь кришна поднявший холм гавардхан обратился к пастухам с такими словами господь кришна сказал дорогие пастухи пожалуйста выходите наружу вместе со своими жеными детьми возьмите свой скарб и ничего не бойтесь дождь и ветер утихли и вода в реках уже спала собрав всех своих коров и погрузив скарб на повозки пастухи вышли из-под холма женщины дети и старики потянули след за ними на глазах у всех верховный господь непринужденно поставил холм на прежнее место как тот стоял всегда видите как кришна действует аккуратно у него везде порядок все на своем месте у кришны вот он холм взял с этого места 7 дней подержал и на то же место положил сколько нам нужно усилий чтобы этому научиться а взяли положите на место говорят нет вот забыл бросил там бросил там это не сознание кришны сознание кришна вот тут описывается взяли холм поставьте на место на то же самое место пожалуйста это важно для умонастроения особенно если вы в храме живете если вы пуджаре допустим где все перифернали там есть одежда для божеств очень важный четкий четкий порядок каждая вещь должна быть всегда на своем месте вот видите какие уроки мы получаем из этой ливы все жители вриндавана охвачены экстатической любовью подходили к кришне и каждый по-своему благодарил его кто-то обнимал его кто-то кланялся и так далее пастушки поднесли господу воду смешанную с и цельными зернами пшеницы знак своего почтения и осыпали его благословениями есть много старшие гопи во вриндаване которые видят кришну как родительской расе но не совсем как ешода еще это такая единственная их родительская раса смешана с расой сакхи дружбы поэтому они родители с шутливой в шутливой форме общаются с ним они когда встречают это кришну они говорят кришна она потанцуй нам за это дам тебе кусочек ладу так они с ним разговаривают и кришна танцует получает кусочек ладу идет дальше например сакхи раса она останавливается если преданный не уверен нравится ли кришне что он делает или нет тогда останавливается его поведение прекращается если чувствуешь что что-то кришне не нравится друг останавливается теряется а в отца ли раз от этого не зависит если даже кришне что-то не нравится ешода все равно это делает эти все равно свяжу говорит он убегает от нее догоняет и связывает его этого царя который обладает именно только ешода в полной степени вечная мать ну и надо махарадж но здесь описывается что ты старшие пастушки вот так благодарили его они подносили воду смешанную с йогуртом цельными зернами пшеницы и благословляли его старший матушка ешода матушка арахини махараджа нанда и баларама самый сильный из всех силачей обняли кришну неохвачены любовью к нему одарили его своими благословениями здесь говорится что баларама самый сильный из всех силачей но тогда почему же не он поднял холм гвардхан почему же кришна этот он выглядит очень нежно позвонил с баларамой вот такая лила кришна лично хочет защищать своих преданных сам о царь в небесах все полубоги включая ситхов садхев гандхаров и чаранов пели хвалу господу кришне и сыпали на землю цветы дорогой парикшит небожители громко дули в раковины и били в литавры а лучшие из гандхаров во главе с тумбуру стали петь запомните пожалуйста главный из гандхаров его имя тумбуру если попадете на гандхарвалок узнаете там тумбуру главный чтобы вы ошибки не совершили хорошо он лучший из певцов гандхарва они танцоры непревзойденные певцы и непревзойденные воины одновременно это гандхарва в компании любящих его друзей и господа баларамы кришна отправился к тому месту где до этого пас своих коров юные пастушки возвратились по домам распевая песни о том как кришна глубоко тронувший их сердца поднял холм гвардхана и совершил другие подвиги так и заканчивается эта глава двадцать пятой десятой песни шримад бхагаватам называется кришна поднимает холм гвардхан но уже следующая глава будет говорить о удивительном кришне и даже потом еще будут молитвы индры и еще будет продолжаться эта история с индрой очень интересная но здесь мы остановимся вот сегодня от начать и праздник еще поклонение холму гвардхан но мы уже прочитали даже и только кришна поднял холм гвардхан сейчас можно задавать вопросы если они есть пожалуйста большое спасибо что вы вышли на связь и сегодня получается для нас большой праздник как для жителей кредитарного кришна поднял холм гвардхана и такое веселое событие как мы с вашим клубом сейчас слышали оказалось что все очень довольно весело как получилось спасибо вы показали нам эту красоту и веселье во время такого стивенского потока для нас большой праздник рассказывает о такой чистой кришна конфет и говорится что служит такой праздник чистую кришна как отход еще больше праздник низкий вам поклон отпуск и премию и у вас задание на этот вопрос есть спасибо марию гвардхана вы себе упоминали о воспитании которые приходят к кришну она хотела узнать что если кришну приходят с серьезной сложности в результате которых у него пропадает вера кришну то есть он не верится что это за стоимость кришну касалось испытания возможно ли пережить эту ситуацию если такое настроение остается и духовно прогрессируется есть разная разные типы веры рука с вами описывает разные типы веры существует например преданный верит в кришну хорошо как правило эта вера сохраняется даже у тех гуру кулят которые потом ну как-то в мае ушли когда-то они учились служили божеством там приходили на мангала арати повторяли мантру перекиртны все делали но потом они выросли и каждый за своим делом как-то знаете жизнь заняла унесла ну а если вы спросите про кришну кто такой кришна скажет кришна это бог он не сохраняется это на всю жизнь как правило это не сложный момент да довольно понятный момент а второй тип веры это вера в процесс в саддана бхакти вот те кто имеет опыт саддана бхакти они жили в храме скажем или в святую дхаму приезжали там посещали храм тоже них вера появляется что это хороший процесс он работает вы испытываете экстатическое счастье на киртане идите просто слушайте лекции общайтесь садху опыт такой получаете такая вера тоже она есть что вот садху есть есть святое имя есть джапа медитация и все хорошо вот третий тип веры вот как раз вот ты о чем спрашиваешь вот в себя смогу ли я смогу ли я да используя этот процесс достичь совершенства прилиться кришне и может быть я не очень как бы подхожу для этого ведь кришна меня как бы отталкивает кажется да я вот к нему стремлюсь а он меня отталкивает да испытание мне посылает вот это неуверенность да в этих в своих отношениях с богом вот эта вера она не развита вот это нужно познать преданному каковы же мои с ним взаимоотношения вот есть кришна я уже понял это да читал книги есть святое имя тоже понял а вот свои взаимоотношения не понял а взаимоотношения описывает господь читание в четвертом стихе шикшаштыки вот послушайте это это взаимоотношения какие должны быть ничего мне не нужно взамен от служения ни красивых женщин ни последователей ни богатства а я хочу жизнь за жизнь служить тебе и неважно ты меня можешь обнять и репнуть ногой для меня это одинаково хорошо я при любых обстоятельствах остаюсь твоим слугой вот это уже настоящее взаимоотношение с кришностью если кто-то обрел такие взаимоотношения он уже прочно утвердился в сознании кришне спасибо а следующий вопрос вот задаст Кирилл Парабу пожалуйста я пишу дорогую Парачку а мы вот на сам праздник галатхана Ходзо слышали лекцию одного старшего бедного ну экстазная лекция была там он рассказывал про настроение поклонения галатхану что существует как поклонение самому кришну а существует как поклонение преданному кришне и вот поклонение преданному кришне намного получать более правильное с точки зрения что можно обнести тему которая действует в Атхану вот могли бы немножко это да гирирач это особое особое как бы не стандартное дживататва так скажем он настолько близок кришне настолько велик что ему поклоняются и как преданному кришне и как кришне можно и так и так поклоняться разрешено можете поклоняться ему как кришне есть гвардхана шилы которые устанавливают как кришна баларам рада кришна другие аватары варах аватар там курма аватар калки аватар мы видели гвардхана шилу такую на плитке и прям естественное изображение коня и всадника с мечом самопределенное божество поэтому ему можно поклоняться и как верховной личности бога и как преданному и как ты сказал что поклонение ему как преданному еще больше силы обладает потому что он наделяет преданного который поклоняется ему расой близкой расой это называется харидас харидас аварья лучший из харидасов гвардхана их три таких самых близких слуги это удава это ютиштира царь ютиштира и гири гвардхан из этих троих выделяется особенно гири радж гвардхан особенность этих харидасов в том что они очень легко могут вызвать у любого человека кто с ними общается слезы по кришне слезы разлуки с кришной ютиштира такой удава такой и особенно гири радж такой вы можете очень быстро сблизиться по милости гири раджа с кришной очень быстро вот и поэтому преданные они также поклоняются гири раджу гвардхана шилом устанавливают на алтаре и таким образом пробуждается их раса прямо ускоряется процесс также можно гири радж поместить в сердце каким образом гири раджу гири раджу гири раджу то есть гири радж это непревзойденный слуга там уже протекает небесная ганга прямо по холму гвардхан сверху со спутником можно видеть это белое это русло из горного хрусталя белого то есть это удивительное явление гири радж поэтому из всех аридасов он считается первым на первым лучшим слугой если даже мы просто вспоминаем эту лилу говорится мы уже ну не погибнем насильственной смертью если же кто-то не поклоняется гири раджу то возникает опасность погибнуть от насильственной смерти например от укуса змеи но тот кто поклоняется гвардхану его даже змеи не кусают вот такие моменты есть особые связанные с поклонением холма гвардхан скажите пожалуйста все таки гвардхан это джива таттва да потому что мы размышляли после лекции когда гвардхан нам был представлен таттва слуга мы четко по поводу то что этот джива таттва это чистый преданный Кришна тогда вопрос почему его украшают как Кришну и поклоняются Кришну что касается служения то первая экспансия Кришна это Баларама это он сам вы знаете это вишну таттва вишну таттва и знаете что думает господь Баларама он думает только одну вещь я слуга Кришны я больше никто никаких других обозначений себе не присваивает я просто его слуга он говорит поэтому он духовный учитель у нас обучает также служению Кришне возьмите Радхарани гопи цариц Двараки все они богини процветания все они думают мы просто служанки при его дворе больше никто никаких обозначений все стремятся только служить ему не говоря уже о Гвардхан Гвардхан он растет так в духовном мире он растет чтобы предоставить поле поле для игр Кришны он растет 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 и растет и уже превосходит все и вся там в духовном мире он превосходит всех сам Кришна лично кладет руку на его вершину и говорит хватит тебя расти остановись иначе ты станешь больше меня это настолько близкий преданный что ему можно поклоняться как Кришне вот это очиньте пхеда пхеда таттва позволяется иногда знаете да в Шимат Бхагава там это описывается иногда слово Бхагаван используется по отношению к очень могущественному преданному Удава допустим Бхагаван иногда говорят про него и даже Паршукадевы тогда говорят squat Бхагаван и Равьясадевы могут такое сказать применить такое слово преданный и неотличный от Кришны и в то же время отличный от него знаете да одновременно отличный и неотличный от него поэтому можно поклоняться и как преданному и как Кришне мы же гуру поклоняемся Дигша тоже как Кришне как Кришне он не Кришна но как Кришне поклоняемся ему Навьясасану, Амминесто, Пуджу, Прасад готовим, точно так же как Божеству, он не Бог, но он представитель Бога, и вот здесь такая же философия, но Гирирадж и он очень близкий. Это, конечно, с тобой. Я хотела спросить, вы сегодня отсетили Валерий Шикша, чтобы Трината Песня не снижалась, и все предные воспринимают это как состояние смирения. Часто можно услышать от наших предных, они очень напекаются, что смирение – это не состояние унижения, это что-то другое. Могли бы вы раскрыть, что же такое Трината Песня, как надо воспринимать это правильно? Если он не унижает себя, то это как правильно понять, как вводим это состояние унижения? Это состояние любви, смирения. Как одна девушка когда-то рассказывала, что она влюбилась в одного человека, и она мне рассказывала, что она чувствовала. Она сказала мне, что она хотела стать его дверной ручкой. Она хотела стать половиком, где он разувается. Это любовь, это смирение, это состояние в любви. С другой стороны, мы развиваем смирение. Если любви нет, то мы развиваем смирение для того, чтобы обрести эту любовь. Смирение. Смирение означает, перед Богом оно необходимо, конечно, прежде всего. Вот как вас Кришна назовёт, таким вы и будете. Это смирение. Вот что Он от вас хочет, то вы и сделаете. Если Он вас оттолкнёт, вы всё равно Его любите. Или обнимет, и неважно это. И то и другое от Него будет как подарок для вас. Потому что это любовь. Это смирение. Но по отношению к Кришне, прежде всего, поймите. Прежде всего, по отношению к Кришне нужно приобрести. Тогда это правильно будет. Спасибо большое. У вас не слышно, к сожалению. У вас не слышно. У вас не слышно. Слышно? Да, я слышно. Как говорили, что в Купах говорили о том, что я по лидерам чищен. Вот обучаясь этому, мне интересует такой момент. Если является ли ложной гордостью, если лидер не отпускает ситуацию, когда она того требует, а пытается как бы продолжать контролировать, является ли вот это вот качество, то есть не предаваться, не отпускать ситуацию, предавшись Гуру Кришне, а пытается продолжать в этот момент контролировать, является ли это ложной гордостью. Ну да, мы же только что читали, но Индра же не сразу отпустил ситуацию. Но сначала хотел уничтожить Фриндаван. И только когда его сил не хватило, только тогда он отпустил ситуацию. Все лидеры такие же, как Индра, потому что это положение Индры руководить. Все мы Индры, если у нас есть положение, мы тоже не сразу сдаемся, не так ли? Какая же это ложная гордость? Махарача, а как от этого избавляться, лучшим образом? Ну кто-то должен поднять Гавардхан, понимаешь? Кто-то должен показать, что есть какая-то превосходящая сила перед нами. Ну, преданный на это способен. Преданный, почему? Знаете, кто такой преданный? Это тот, кто сознательно развивает смирение. Сам. Сам. Сам сознательно, понимаете? Вот он работает над собой. Поэтому, может быть, не сразу поймет, но как только понимает, он сразу становится смиренным. Сразу принимает эту вещь. Если даже это больно, но преданный, написано тоже в 10-й песне Бхагава там, что нет ничего такого в этом мире, от чего бы не отказался чистый преданный ради Кришны. От чего угодно откажется. От чего угодно буквально. Это на 100% можно быть уверенным, что чистый преданный он такой. Вот если преданный стремится к Кришне, он сможет идти путем отречения. Ну, как любой человек, не сразу он меняется, верно же? Ему нужно все равно время какое-то, испытания какие-то, понять. Поэтому мы это все должны понимать, как бы, ну, благосклонно друг к другу относиться, когда кто-то попадает в такую трудную ситуацию, как лидер, скажем, он сразу все понимает, там, гордится, конечно же. Вот. Но нам тоже нужно терпение для этого, тоже смирение, чтобы не ухудшать ситуацию. Когда мы боремся с лидером, это тоже ложное эго. И так, и так, видите, у всех есть ложное эго. И у врагов есть ложное эго, и у друзей ложное эго есть, и у наших детей ложное эго есть. То есть у всех ложное эго есть. Гурма Харач, у нас как бы представили, что не более часа встреча с вами, у нас еще есть среды или нужно закончить? Если есть какой-то важный вопрос, то давайте. Ну, тогда, наверное, закончим. Спасибо вам большое, что вы уделились меня. Вам удачного праздника. Спасибо большое. Распространяйте сознание Кришны по всему Курску, пожалуйста, по всей области. Я не удачного пытаться. Илия Кришны. Я уже не упал. КОНЕЦ